Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске Течис, и в гостях у нас Травоман. Приятного всем просмотра! Сегодня будет супер необычная игра, и вполне возможно кто-то уже эту игру видел? Нет, никто её не видел. Никто её не видел, да? Привет, эксклюзивчик! Тогда это супер эксклюзив тогда для всех будет. Досматривайте до конца. У тебя каждый раз новый никнейм, и ты меняешь, чтобы тебя герои не баняли, да? Да, ну и по какой-то степени это уже просто даже без необходимости делаю на том же спорте, например. Потому что люди просто заказывают за баллы Твича, и я меняю, мне без разницы, в принципе, ким и рэд. Ссылочку на Тимура мы, как обычно, оставим в описании, на его YouTube-канал. Может быть, ещё на Твич. Подпишитесь, кому интересно. Слушайте, а знаете, что я хочу подметить? То, что буквально недельку назад, где-то, может быть, чуть больше, мы записывали ролик, где мы обозревали Леона, по-моему. И там Течис был на линии с Хаус Найтом. И подмечено было то, что довольно-таки сильная линия. Если вдруг Течис все-таки был пикнут на Пятерку... Да, здесь Течис-пятерка, и ЦК очень хорошо с минером стоит. Вообще Течис-пять это такая довольно острая тема, я бы сказал. Мне часто пишут, и с одной, и с другой стороны баррикад, что, типа, вот я Течис-пятерка, да я и сам его пикую. И команда там тильдует, не хочет играть и так далее. Либо пишут, что вот, я там играю на керри, и мне пикают Течис-пятерку. Чё вообще делать? Типа, как не сгореть от этого? И так далее. Возможно, стоит пикать просто сильного керрия. Есть такая же ситуация сложилась, либо керрия, который просто не будет умирать в случае чего. Да, здесь все упирается, на мой взгляд, в очередность драфа. То есть, если вдруг Течис-пятерка залетает первым, да, то... Если ты хочешь на керри хорошую линию постоять, но возьми сильного героя. Тем более, что таких сейчас довольно много, они все метовые, там, да, Манки Кинг, Рейс Кинг, Тролль, вот, Хаос Найт тот же самый. И вы реально можете линию унизить. Да, и когда берется какой-то герой, типа, антимага Фантомки, Морфа, Которые сами не могут никакого контроля дэмэджа по противнику выдать, То и Течис тоже, как бы, становится слабым. Другое дело, что, да, если, допустим, ФП антимаг какой-то, И к нему пятерка Течиса залетает, то тут же ошибка Течиса. Ну, нельзя к такому антимагу такого Течиса пикнуть, Потому что это просто... Нет шансов на победу на линии. Ну, все, логично. С Хаос Найт там хорошо работает, Потому что, опять же, герои, если он достаточный по хилу, Очень статовый, постоянно пассивы регенятся. И в случае чего, твой третий может, очевидно, кинуть стан. Вот, и, соответственно, вы убиваете любого героя, практически. Ну, либо очень сильно проминаете и размениваетесь в пользу для себя. Он, кстати, же еще может, по идее, стянуть к минам, да, кого-то? Ну, это очень рандомная тема. Там же не нафиксированный рейндж вроде бы. Ну, да. По крайней мере, раньше это рандомно работало. По крайней мере, попробовать можно. Там ты усредненно, получается. Вот, допустим, ты стоишь в точке А, у героя в точке Б, Ты посредине, да. То есть, изначально может просто чуть подальше от мин становиться. Но не хватит тебе дистанции. По идее, может сработать так, что течис прыгает на героя, ставит под себя сразу мину, хаус-найт притягивает обратно на мину, а кто-то пытается из-под него убежать. Идея неплохая, да. Здесь я стакую в кэмп. Потратил на это даже бласт, потому что это супер критично. На пятерке течисе обычно нет времени там, да, уходить, что-то где-то подфармить особо, ресурсов нету. Ты должен покупать побольше вижены, там, те же центры, хилы. И когда ты делаешь стаки, ты как бы работаешь на свое будущее. Ты знаешь, что ты на дистанции сможешь потом камбэкнуть со всей этой историей и выйти в деньги и опыт. Потому что течис без денег и опыта это все-таки герой, не вносящий достаточно для команды импакта. Линия очень сильно запушилась, но вообще, да, ты мог просто еще смол стакнуть. Ну мне же Шейкер мог не дать это сделать, а стак он никак не контестил. То есть здесь тоже оцениваешь просто риски, да, условно. Если у тебя есть шанс, что ты не застакаешь, то лучше сделать что-то надежное, гарантированное. У тебя медовый синткинг против Севчика. Погиб? К сожалению. Да. Ну, ничего бывает. Да, Севчик просто скиллом пришел на линию, видимо. Ты как-то порешала, может. Ну и плюс СК против Сефала не очень плохо. Вот это, кстати, грамотно, потому что пришел, руну подконтролил. Да, и очень такой важный момент, что надо всегда, перед тем, как ты идешь контролить руну, это на самом деле за обе стороны работает, что за бот, что за топ, стакнуть большой и потом идти на руну. То есть, да, ты не в идеальный тайм чуть-чуть выходишь, зато это суперэффективно получается. Потому что все равно пятерку особо и не ждут на руне. Те часа. Но так ты получаешь ультраприбыль. Жадновато, но окупается. Ой-ё-ё. Что-то хаус-найта подошибся. Нормально. Заберут? Ты по идее... Или нет, не все. Пайрик и имба. Это правда, они решают. Особенно, когда их несколько. То есть, ты один прожимаешь, противник, ну, блин, все равно часто не чекают слоты. Второго он точно не ждет. Там еще и третий есть. Так что, если какая-то долгая погоня, могут много лет потратить. Здесь я, по-моему, хотя... Не уверен, что успею стак, но не успел. Или успеешь. Пятая секунда вроде нормально. Да, нормально, по-моему. Не хватило немножко. Нет, чуть-чуть. Этот спот на 54 стакается. Он на 52 даже стакается. Ну да, да. Там еще рано его можно уводить. Там можно уберзаки делать по 7 штук где-то. 6 точно можно. Прикольно. Легионочка, кстати, в боте, она могла задавить. У нее ботинок был больше. У нас, почему у тебя в теории могла тебя убить. А ботинок тебе вроде только долетел, да? А она вроде бы по ЦК не хотела, наверное, рисковать. А ЦК маны не было. Ну, это если бы он прокликивал бы вдруг. Ну, вообще, от таких вот машин гениальных, да, которые все в голове держат, их не так много вдать. Но это тут 5500 где-то, средний рейтинг. Я вообще зашел на смурф, потренировать других героев. И вот на автомате, как на стримах, я просто фп шутачился, а здесь то же самое. Я сразу сказал, такой, блин, зачем я это сделал? Вообще не это собирался. Ну, и прошел стаканирование. Вот сейчас я думал, что вы, скажу, как есть чушь, говорите, вот, потому что он притянет на мину. Что, ну как это? Хлоснайт притянет на мину. А по факту он сейчас притянул на Хлоснайт на мину Шекера. И по итогу на поставленную мину... Да, может работать. Давай поговорим о самом важном, наверное, стартовом закупе, вообще пятерки. И вообще во что приоритетно выходить там скорее. Вот я вижу, ты купил себе ботинок. То есть это важный момент, на пятерке тачиться. На мой взгляд, вообще ботинок на тачите всегда супер важно, архиважно. Почему? Потому что герой всегда камбэкает в игру. Скажем так, на этом герое можно стать очень бесполезным, если ты в нужной тайминге не выйдешь в экспул, которая тебе необходима. А чтобы в нее выйти и при этом оставаться полезным на линии, тебе очень нужен тапок. Иначе ты должен, по сути, караулить его камба, чтобы его стакать нормально. Здесь мы с ЦК уже линию вырвали, поэтому я спокойно его там оставил, его одного точно не убьют. Я могу на стакке сфокусироваться. Но вообще по факту, особенно это на четверке актуально, ты должен всегда бегать в тройку и стакать. Для этого, ну, обязательно тапок. Иначе ты просто не будешь искать ничего делать на линии. Стартовый закуп не изменен на саппортах. Это две пачки танка, три файрика и фласка. То есть максимально много регена, на той части у тебя очень мало урона с руки. Поэтому ты в любом случае на миньоре неэффективно для себя по хп размениваешься. Ты это компенсируешь тем, что ты закупаешь очень много регена. Вот я получил полный уровень, по сути, я вывел плюс нейтралки. Желательно таймить вот такие заборы стаков под седьмую минуту. Получается, у тебя команда, не стягиваясь в лес, получает нейтралку. Здесь только одна выпала, конечно. Но в целом, были шансы на что-то большее. Хорош, паджик. У нас сверху тоже хороший лейнер, тимбер. То есть в плане того, что его можно одного оставить, поэтому и паджик сместился, нерелась. Праг оставляю ЦК. Пытаюсь, по крайней мере. Как часто, кстати, ты играешь на течсе с брудой? С такими, знаешь, грязными героями? Бурда, тимбер. В одной команде ты имеешь в виду? В одной команде, да. И насколько эти игры проще, чем обычные? Ведь, по сути, вы друг другу спейс даете, очень большая. Да, чем больше спейсов мне дают, тем комфортнее. Так, сходу, я, наверное, не могу сказать, сколько именно таких игр, но обычно их легко играть. Единственное, что бруду, если, допустим, загангают, противники сильно задушат, то туда уже, наоборот, тяжело. Потому что пространство она мне не дает, и я ей особо дать не могу, потому что мне не было со этого пространства. Ну, то есть... Мы будем откровенными. Нормальный игрок на бруде, он пикнет такую бруду в такой игре, где ему будет прям комфортно играть. Ну, да. Четыре персонажа. Так, на памяти, почему в последний, где ребята на бруде фпшат, там что-то твитуют, все. Я против тебя совсем недавно играл. Ты был на Течсе, с тобой был человечек на бруде. Откровенно говоря, игра была не очень интересная для нас. Сложно было играть. Хорошо. Плюс фраг для тебя, плюс за ДНа Айлоса, тут еще минки есть, еще один фраг дополнительный. Ну, и СК приходит. Сейчас вроде СФ не должны отпускать. Он прям дождался, пока тут руны активируют. Ну, у нас в целом все хорошо. По пику до этапа мидгейма, потом антимаку противников и ловить его по-хорошему нечем. То есть, как бы, у нас есть стан Цинкинга, который доджится. Ну, он хотя бы плюс-минус внезапный. Но вот болт ЦК точно доджится и ульт-луджа тоже точно доджится. И непонятно, что делать с этим мемчиком. То есть, моя задача в этой игре, да, это стараться вот этому парню максимально сбивать темп. Вообще, на минерре, когда играешь против антимага, самое правильное, это убивать только антимага, пока ты можешь это делать. Потому что антимаг твой контрпик и плюс от текарри противника самый такой высокий уровень на карте. Ты с него отжираешься максимально и в то же время максимально ему не даешь отожраться. Потому что он будет твоей проблемой в конце игры. А всех остальных ты взорвешь всегда, когда будет комфортно. Тоже недавно. Это логично. Думал на досуге, есть ли вообще еще такие четверки, которые просто хантят кэрри противника. Так сходу даже не придумал, чтобы именно в соло. То есть, есть, которые сетапят, да, какой-нибудь баунти-хантер, никс, чтобы просто в соло хантить кэрри и душить его, наверное, таких нет. То есть, сейчас в этом плане... Все зависит, конечно, от того, насколько раскачаны четверки. Может, какой-нибудь дарфилл в теории может иметь большое количество демеджа. Земелья тоже может, кстати. По умолчанию. Кто удивился, что я про Земелью сказал? Ну да, да. Понятно. Про Земелью. Ну же знаешь, уже даже внимания не обращаются, продолжаем говорить. Что за фишка Земелья есть? Земелья — это мем нашего канала. Ты просто мой любимый герой. Ну это как, знаешь, ты вот оцениваешь любую ситуацию с перспективы Течиса. А, все, я понял, да-да. Да, вот у меня также только Земелья. Это Земля. Земля тебе пухнет. Сейчас. Просто я уже ближе к Земле, поэтому... Уже все? Высыхаешь? Да. Что-то еще интересное хотела подметить, то что после 15 минут и после 20 реально будет сложно играть. У врагов единственное, что же доматый пик немножко. СССР и Антимаг? Мне кажется, здесь наоборот, ну, до минуты 30-40 все нормально. То есть, пока Антимаг не вступает в игру, мы же всех там лопаем. то есть, у нас очень большой прокаст, и мы все очень толстые. Здесь самое главное — это придумать, чем вот закрывать на охотник этапа игры. Что-то так много силовиков-то. Дайте бибер вместо легионки. Порежет всех. Вот. По поводу того, да? По поводу я договорю. По поводу того, что сложно будет играть, ну, просто как-то у врагов он, не знаю, более, что ли, адекватно пик смотрится. Даже я не говорю, что за Течиса. Упс. Здесь что-то задумалось, я не помню. Он мне, по-моему, так сильно пробил с руки, что я не ожидал. Он мне снес пол-хп, когда я пришел только ставить мин. но мне так хотелось подфармить. Ты лучше так не делай, потому что теперь есть вкладочка «Пожаловаться в игре». Нажмут «Дать репорт», «Зафит», «Умышленная смерть» или что-то подобное. Ну, это же не «Умышленная смерть». Ну, понятно. Ну, человек, который будет смотреть это на реплее, так подумает, ага, он «Легионка». Стоит в боте, может, он нафидел? Бывает такое, бывает. На самом деле, нормально. Если посмотреть игру каждого из нас, то у каждого есть такие моменты в играх. Нет, на самом деле, вот эта система репортов пока нереально меня радует. То есть, я с ней пока в порядочность 10 тысяч, как бы, и все хорошо. Раньше это был нонсенс. А вот это интересно, как она работает. До сих пор не знаю, как она работает. Сейчас, момент игровой. Успел он себя скинуть, знаю ли. Ух, блин, Минка-то не успела сработать. А, а, раскачка пуджа. Видели? А что там? 3-1-1 у него. На обучанском. Интересно. Чтоб чаще купать, наверное. Ну, как минимум, и рот минимум твой. Сейчас шейкер интересно очень умрет. Упс, крик, минимум. Я помню, я прям офигел с того, что он это сделал. А что он сделает? Мне уж уж интересно стало. Он хочет на мины, забирайтесь. Он ищет мины, видите, они там в деревьях все попрятаны. А, шейкер, в смысле, он убил врагов, точно. Я думаю, подожди, я думал, это твой шейкер, который сейчас вот... Бывает уже, все огорчения. Это уже два фрага внезапно накапало. Это вот такие вот хитрые жопые мины, которые прям в кустики ставятся. Опа. Опа. О, эта мина сейчас работает. Бамс. Там, если ты растерялся, вроде бы не подошел, ну, мины забоялся, демеджер, поэтому хорошо вышло. Получается, плюс здесь. Я хотел, пока, был вот этот микро-тимфайт, под шумов выйти в смоке в тройку, пока меня не видят, но... Ёнка почему-то побежала сюда, и так и не понял, что она хотела, закупиться там, может, или что. Надо запоминать, куда ты мины ставишь. Не надо. Потому что... Запоминай. За столько выпусков нужно их наизусть просто... И, насчет треугольника, я был уверен, что ты побежишь. В треугольник и поставишь минус маке. На самом деле, кстати, я по-разному ставлю. То есть, я ставлю в область, да, треугольника, но куда именно, это... От героев немного зависит. Оставаться не буду, скажем так. Да, не раскрывай секреты все. Должна быть какая-то тайна. Да, я вот, кстати, играю же с Яриком, в пати играл очень много, с анфеймом. И попался против него, и у него там в команде еще Дэнди был. И я зашел на фонтан, минирую фонтан, табличку поставил, и Ярик шарит же за эту тему. Он как начал моргать в своей команде. Блин, там табличка. То есть, он единственный заметил из всех и не удалось реализовать. Так что, вот эти все шумки, конечно, да. Если бы не... Скажем так, в команде противника работало бы веселее. Ты что-то хотел сказать, Серега? Хотелось сказать, что он сыграл не по правилам, но с другой стороны, а как тогда было бы играть? Ну, как еще, типа... Он же не стрим снайпел, он просто знает. Ну да, он же просто попался против. Так, мы же понимаем, да, если... Есть какой-нибудь сэвчик, который постоянно тут руны контролит, приходит на этот спот. Жадно, что это был саппорт, к сожалению. Это очень печально, да, на самом деле. То есть, это вообще не то, чего хочется. Ты поставил сюда мины вот не прям на спот, потому что легко девардить, или потому что эсэфчик приходит фармить? Потому что антимаг очень резистный к минам, и взорвать его только зелеными сложно. Оставив мины так, я взрываю его еще и на красный гарантирован. Ну, респект тогда чё? Респект такая штука больше не сработает, да? Буду с другой стороны деревья рубить, и там... Да, обходим, фармим в топе. Я вот... Да? Да, говори, я ничего такого серьезного не хотел. Да, тоже просто, что у нас тут больше пуш получилось уже пятеркой, просто потому, как он вынес на карте, чего поделал. И, кстати, замечаю, что Пуджи часто вот, которые хотят очень много на Пуджи поиграть, они начинают в один момент варды покупать, чтобы импакт был действительно от Пуджа. Ведь Пуджи тоже такой герой, который очень сильно зависит от старта, невероятно сильно. Ну, я почти это хотел сказать. Да, но... Что его репортят часто Бучанского, и надо показать импакт больше, чем он есть на самом деле. Поэтому опсы, смотри. А теперь Тейл. Да, я хотел сказать, что Пудж, в отличие от Течи, если у него плохой старт, Течи тоже очень зависит от старта, не можно стаки фармить. Вот я могу подстраховаться стаками, а ну Пуджи, если у тебя не пошло, если ты фуки там не посадил. Вот он на ВД мне надоел. Черт, он в ВД, блин. в треугольнике и всем не поломался. Я уже как будто на твоем месте, у меня уже жопа почти сгорела, то, что он на твои мины наступает. Че ему надо? Че он прикопался? Я даже не знаю, что в вашей команде делать. Вроде как вы зажимаете их по карте, пространство больше, но антимаг все равно фармит. Так, промотаем эту паузу, да, по-быстренькому. Благо, есть такая опция быстрых перезашел. А вот знает. На 17.00 мы, да? А? Идеально по таймингу все сходится, думаю. Да. У врагов супер мало пространства и вот что делать? Слушай, вот эта точка, она, вот этот вард, который на возвышенности, да, стандартно ставится, он не даст ее, до этой точки. Центря там не достает, а оп, ну конечно, видишь, что там минерает. Центря не достает, блядь, ты просто нам по ощущениям это не можешь? Сейчас уже на опыте, а первое время я просто покупал в центре специально и наводился в центре, там же область показывается, в которой центря действует. И так вымерял, где я могу минеровать, а где не могу. Ну, потом думаю привык. По-прежнему огоньчик покупаешь? Хороший пуп. Да, с пуджом очень удобно, на самом деле. Всегда, когда есть сетапа течит, очень удобно. И против гема, ну вообще, любой герой, который в команде может менять положение противника, автоматически гем перестает работать. Ну лучше это, наверное, Магнус, да? Да, на мой взгляд, да. Кстати, но нет, Магнус вообще выпал, да, в этой мете, его же вообще вроде не пикают. Да, он выпал из мета. Не играбельный герой, его, по-моему, фиксили, как Кора, как Сапика, но что-то тоже произошло, не помню. Тачек культу вжал. Да, по сборке также дефолт на Аганим. Здесь я антимага пропускаю, то есть я знал, что он сюда придет, я следил за ним, как он по линии идет, и понимал, что он сейчас разъезжается лес качать. Но я не успею заминировать лес, как бы, к его первому возвращению. Блин, он ты просто прирожденный притун. Кто? Притун, знаете, он прячется везде, так, технично. Сложно. Ниндзя. Ниндзя, действительно. Ну, здесь я помог, как бы, ЦК. Хотя, вообще говоря, если бы ЦК напал на какого-то саппорта, например, я бы не стал помогать, потому что у меня в потенциале фраг на антимаге, да, а здесь фраг на саппорте, я уже двух саппортов так убил, мне того не стоит. Мага демп слишком... Мне показываться немножко впадло, потому что... Да, так это и есть, да, только по этому и не стал бы, потому что я покатался бы. То есть, когда ты показываешься в зоне, ты автоматически подразумеваешь, что где-то здесь мины стоят. Я уже это делаю, просто потому что я половину сделал, и шанс все равно есть. То есть, это всегда оценка вероятности, допустим, если я не поставил ни одной мины, и шанс, что противник зайдет сюда где-то 20%, я даже мины ставить не буду. Ну, не зайдет туда, она не знает, что я здесь минирую. Вот так. А если я поставил половину мин, и тот же шанс, то я уже доделаю, потому что я меньше времени на это потрачу. Ну, то есть, что-то такое примерно. Понятная логика. Еще раз, холстная тволетает, мы снова промотаем. Так что ж с ним-то такое? Хаус сейт хаус. Хаус сейт хаус сейт хаус. Это нереально. Самое угарное, это когда человеку надо 4 тычки, вот видите, у него последняя почти добивает мину, но не добивает. По итогу, он тратит в разы больше времени, чем если бы он за 3 тычки минус лосил. Ты выделяешь просто все мины, в совокупности, да, потом просто самую меньшую по хп из них? Я просто все мины выделяю, засовываю в подконтрольную группу, делаю свои дела, и раз определенный тайминг, я же примерно понимаю, какое время у него занимает на 4 тычки. Я открываю подконтрольную группу, вижу, какой минный лоу хп, выделяю ее и взрываю. И дальше делаю свои дела. То есть я не фул. Ты не смотришь даже в... Ты даже не отвлекался, да. Мне пришлось напоследок переключиться на ВД, чтобы... Какие у тебя бинды? Понятно было. Да, подконтрольную. У тебя одна подконтрольная? Нет, у меня их 3 самых часто используемых. Есть 4, но очень редко, когда я ее задействую. Просто у нас ТВБ стоят. Слеплавящие все. 3 группы подконтрольные, это, наверное, самое большое, что может вообще потребоваться. Я последнее время, раньше я так не делал, я стал просто биндить даже пачки мин, которые я взорву одной пачкой за раз. Потому что так легче, я вижу, на мини-карте человек подходит, просто здесь надо еще не ошибиться и запомнить точно, на какую клавишу у тебя, на какой части карты стоят мины. Потому что можно взорвать не те, да? Ты видишь, как бы, мини-карте, что зашли и взрываешь не те мины. А я вот, не знаю, поможет тебе это или нет. На Ликане играю, и там ты вызываешь двух волков, и часто скаутишь мапу. Влево бежишь одним волком, вправо бежишь другим волком. И у меня вот на клавиатуре, на QE. Ну, это грубый пример. То есть, ты можешь просто поставить две кнопки. Одну, грубо говоря, кнопку, которая слева, другую кнопку, которая справа. Вот. И мины, которые слева, просто у тебя на левой кнопке, мины, которые справа, у тебя всегда на правой кнопке. И это просто на подсознаниях хорошо работает, на уровне подсознания, то, что ты... Если керри слева, ты выделяешь... С мины тяжело в плане того, для себя поделить карту. Вот, если ты поделишь ее по диагонали и... То есть, по миду проведешь линию просто. Но это... Нужно понимать. Ну, я-то просто сказал вам, что поможет. Спасибо. Ну, одессимки, мага просто забайдил. Ну, мне помогло то, что он на красный взорвал это сперва. Потом просто пошел за мной. Очень странная тема ходить за течисом вообще. Но с другой стороны... Как бы двояко работает. В основном все-таки ходят за течисом. И в основном все-таки мин у меня нет и меня убивают. Но зато иногда срабатывает так. И не знаешь даже, как лучше, типа, да? Чтобы всегда ты был в безопасности и за тобой вообще никогда не ходили. Либо чтобы за тобой иногда захаживали и вот так вот взрывали. И чтобы у тебя уровень был какой-нибудь мага. 15 уровень на пятерке на 23-й минуте. Ну, в соло у меня течиси мага это... Много дает. Ну, антимага, ты уже рассказывал, ты считаешь хп, ты, получается, берешь просто резист героя. У антимага 58% учитывая пассивы и базовый резист к магии. То есть это... Больше всего в полтора раза хп. Честно могу признаться, я до сих пор антимага не... считаю. Я просто накидываю на глаз дофига. То есть я почему-то, знаете, вот других героев, там, например, какой-нибудь эсэф и так далее, я знаю четко, что вот 25% резиста у меня уже автоматическая калькуляция в голове идет. А когда я вижу антимага, я понятия не... Сколько там чего, просто дофигище ставлю всего и пополще. Ну, плюс герой такой, ему одна нейтральная шмотка лишним пойдет, типа яблоко. Да, да, яблоко и все сразу заново пересчитываете такой, ну нет, я на это сейчас свои силы тратить не буду, я лучше просто поставлю побольше и подумаю, куда дальше пойду. Ну, если вы вдруг решили почитать, но раз 58% резист, то у героя, допустим, полторы тысячи хп, значит, 750 вы прибавляете и в запас желательно брать еще одну мину. Там даже чуть больше будет, чем 750. То есть вам нужно урона на полторы тысячи плюс 750 плюс еще одна минутка. И плюс еще, потому что он может взять вамбрейс и приучить его на силу. Да, ну, и так, да. А возможно, даже 2 нужно будет плюс-плюс, потому что... Да, да, да. Вот, начинается, видишь, а он просто в лесу выбить этот вамбрейс и, ну, на следующий спот с ним прыгнет, как бы, и все. А из-за того, что он смотри формит быстро, ты не успеваешь все это прощекать, тебе надо сразу либо взорвать, либо он сейчас упрыгает дальше. А когда сейчас еще раз вернется сюда, он может быть еще толще. А еще он может уровень в этот момент апнуть и добив крипов. У него будет прирост силы за уровень. Тебе не хватит чуть-чуть урона. У тебя прирост антимаг, я слабенький. Но, тем не менее, игра довольно-таки ровная. Ничего такого серьезного пока что не происходит. Просто планомерно забирая все вышки. Ну, по сути, доминируем, да, потому что у них антимаг жадный. У нас ЦК суперактивный плюс СК активнее, чем СР. Но к ним надо еще активных играть. Вашние силы тьмы разрушены. Не оживившись. Это проблемка. Это проблемка. А ты, кстати, вот у меня к тебе вопрос. Ты смотрел вообще демки про игроков на пятерках? На пятерках вообще в целом? Да, верно. Вот конкретно целенаправленно садиться и там 10 демок подряд порассмотреть и для себя. Ну, как пример. Я, наверное, смотрел парочку. То есть на том же Бэйне, когда учился играть, я смотрел демки. А вот... И я для себя что понял, да, это как правильно по компам работать. То есть я сейчас очень сильно по компам, в плане там, когда пулить, когда не пулить, когда стакнуть, когда нет. Но вот насчет... У меня пока слабость на линии, скажем так, это... Когда именно можно автоатаковать противника, когда нельзя вот такого плана. Ну, более тонкие, конечно, вещи, что крипы на тебя агрятся, типа это ок или не ок конкретно в этом моменте или там лучше пойти стакнуть, выпалить. Но если задача... Вот, сейчас сформулировал. Если линия ровная, пограничная, да, скажем так, непонятно, кто кого, вот тогда сложно. Если мы четко сливаем линию, я отлично знаю, как выровнять ее через пулы. Если мы четко ее овним, тоже знаю, как выровнять ее через пулы. А когда пограничная ситуация, мы можем на тоненького ее затащить, вот тогда мне сложно. Вот так. Что-то арусно, да? Опять пытался мины разбивать. Тимашенька прыгает. Так, я сейчас уточню, к чему я вообще это все... Эту тему затронул по поводу демок проигроков на битерках. Когда я начинал играть там, так скажем так, ответственно в доту, я понимал, что нужно еще демки проигроков на битерках смотреть, потому что рано или поздно кири заберут на рейтинге, там, 7500 выше, нет же, любого рамки, да. Ой, хорошо. Красиво. Казалось бы. Да, там уж не точно быть не должно, но все так думают, поэтому я уже всегда тоже думаю соответственно. Так вот, и демки проигроков очень сильно помогали понять вообще, как стоять линию, как выигрывать линию. И на самом деле, посмотрев, и включив голову на линии на пятерке, ты начинаешь линию буквально каждую выигрывать, буквально даже можно не контактировать с рожескими персонажами. Да, да, как раз поэтому Течис в этом плане и не является какой-то суперплохой пятеркой, потому что ты просто контролишь линию через КМБ. Главное все суперчетко сделать. Да. Все четенько сделать. Течис такой герой, который может запушить линию вначале, то есть ты просто можешь на 3-е с поля прыгнуть, соответственно, в принципе, на некоторых линиях большой КМП, который ты сейчас минируешь, вон, на самом деле, лейнинга банить можно и не нужно, если так можно выразиться. Да, да, да. Тоже к этому пришел, но не сразу. Сперва просто вот как раз вот эти штуки все посмотрев, просто АФК банил, потом понял, что, типа, блин, я забанил, а мне тяжело. Зачем я это сделал? Ну, короче, если у врагов два героя, которые постоянно пушат линию, прям, неважно, что это течис, но они будут пушить чаще. Ой, что я сейчас увидел? Причем, какой-то брейнлак у сынки не произошел, он вроде как видел, что Севчик уже нажал БКБ, подошел под юг реквием разложить. Есть два вопроса, касаемо сейчас мува в твоей команды, ну, сейчас, файл закончится, патжер сейчас заберу, я так понимаю. У тебя мин мало, в Рошане? Усех? Шейкер что-то поспешил немножечко, по-моему. Да, в Рошане мин мало, я даже табличку поэтому ставить не стал. Но, а враги-то этого не знают, кто-то должен пойти местом побыть, чтобы затестить. Да, без суммонеров очень тяжело. Но, сейчас мета суммонеров, поэтому играть невозможно. Я сейчас снова чекнул перед тем, как мы записывали или 42% винрейт у течиса на 7К+, невозможно. при том, что сейчас вроде как люди АФК не становятся, то есть это 42% такого течиса, который пикается осознанно, что ли, целенаправленно, да? Ну, нет, на 7К вроде всегда осознанно пикался течис, нет? Далеко не всегда, вот прям далеко не всегда. Ну, я просто сам сюда пикаю, поэтому я не вижу пока течису, Ты не видишь течисов, а часто раньше, вот я помню, год назад, полтора года назад, ты скажи, что течис герой, который хочет победить, тебе в лицо плюнут и зарепортит. Раньше очень часто люди, которым керри, допустим, не давали, туда фпшат, а второй сюда здесь напикает либо течис, либо боджа. Поэтому такое предвзятое отношение к течису спустя время. Что-то хотел еще сказать? Интересно, так вот, ты поставил воды в боссе, насколько это профитно? Ведь твоя команда, вроде как, немножко доминирует, хочет ходить по топам сейчас возле Рошана. В этом же преимущество команды рейдинг? Суть в том, что Рошана я гарантирую без этих либо вардов. То есть, из-за того, что у нас мины в Рошпите, нам не нужен контроль над этой зоной. Это на самом деле очень такая распространенная скриптованная ошибка. Я с ней постоянно сталкиваюсь и из-за нее проигрываю на хай рангах. Люди перед Рошаном хотят пойти в смок и убить кого-то. Не надо, у вас есть мины на Рошане. Просто идите. То есть, люди боятся, когда они бьют Рошана, что на них нападут противники. Но этого не надо бояться с течисом. Это плюс. Вы портите драку на минах и идут к ним и в численном меньшинстве, потому что они в четвером, конечно же, проигрывают файл. Но я даже с ними физически пойду, я ничего не могу сделать. А когда ты просто портишь на Рошана, наоборот, что показав, что ты идешь на Рошана, заходите на меня. Люди просто приходят и... Но это не всегда работают. А если герои вражеские, вот, допустим, это я как буду сейчас как в оппозиции тебе без негатива. А если враги просто с БКБ зайдут изначально в драку? Нет, ну это же вопрос того, какие персонажи против нас. Я всегда, когда колю на Рошана, я говорю, ребята, у них сейчас ни у кого нет блокинг-баров. Сейчас надо условно 25-ая минута. Просто пойдем. Увсерчика появился. Да, нет, но я имею в виду, что там, когда мы не можем этот бандерплей, когда можем, когда я знаю, что у меня ЦК может нажать сам БКБ и выжить время БКБ противника. То есть, я всегда такие вещи, ну это не бездумно происходит. Это все надо анализировать и... Ну, конечно, нужно думать, я вообще спорю пытаюсь... Хорошо. Соло. Ну, странновато, конечно, что враги пошли, но я думаю, что они предполагали, во-первых, у них Сандра стояла, утраконировал. Да, ты уже взрывал, и возможно, они подумали, что у меня уже нет. То есть, пауза, ты паузил хоть раз, признавайся. Нет, никогда в жизни. А если... дуло поднесем к виску? Серьезно. Я даже, и сейчас я никогда не понимал, смысл этой паузы. Она и меня никогда не напрягала. То есть, вот мне паузит, там, меня кто-то убил, кто-то меня там хейтит, что-то такое. Такой, ну и что? Типа, а почему это вообще должно хоть как-то задеть? Я даже не понимаю, если честно. Ну это знаешь, ты такой человек. Я тебе расскажу, как ты работаешь с человеком, у которого немножко другое восприятие. Ты, когда взрываешься, у тебя два состояния. Либо ты чувствуешь себя виноватым, либо ты злишься на кого-то. Если человек чувствует себя виноватым, то во время паузы он еще более себя будет чувствовать виноватым. То есть, такой, знаешь, загон в тиль. А если ты чувствуешь кого-то виноватым, ты выводишь человека на эмоции. То есть, ты, разлад в команде, да и просто, просто подчеркнуть на протяжении 5-7 секунд, что ты тут батька. Ну это был майнер. Я просто наоборот же прокургандирую, чтобы люди уважительно себя вели. Не, ну мало ли, как бы, может, в далеком 2017 году травоман до стримов выжимал паузы как только мог. Не, я на самом деле до того, как начал стримить, я даже не знал, ну, в этом всем огромном спектре которые могут хейтищие люди сделать друг по отношению к другу. Просто у меня, ну, как бы, меня никто особо не знал, я сиделся спокойно и играл на течисе, ничего такого не было. А потом уже, там, мне стали ставить паузу, например, когда я в прошлом на течисе повзрывал в этой, там, течис в бане, я гоняю на компасаппорте, чел меня убил и сразу паузит. Так, аа, вот так можно убить. Это считается вот так, я понял. Можно глотнуть чайку в этом моменте? Ну давай. Спасибо. Одобряем. Так, ну таланты мы разбирали на прошлом выпуске, кстати, кто не видел, посмотрите обязательно, тоже было интересно. Так, я здесь понимаю, по драфту, что у нас на антимага в лойте особо ничего нету. То есть, если он все грамотно делает, тогда нам трудно с ним играть. Я начинаю готовить план капкан. То есть, как можно выиграть, если вы не можете выиграть в лойте? Победа в игре это все-таки снос базы противника. У меня еще далековато до 25 уровня, но в принципе, я сейчас на карте нахожусь в выгодном для себя месте, да, сверху, где, в принципе, мне комфортно ставить те же самые зеленые. И я начинаю накидывать красные там, где их никто никогда не заденет. Потому что потом я могу волевым решением как бы их всех сдвинуть в одну большую кучку. Собственно, зачем мы все сегодня собрались, я так понял. У меня вчера Серега предупредил, сказал, что будет Котелло, где Течис взрывает базу. Я этого не видел, я этот матч не просматривал, то есть я его смотрю первый раз, и я примерно предполагаю, как все это будет происходить. это происходит гораздо более неожиданно, чем это даже звучит. Я думаю, что ты не предполагаешь, что произойдет. Хорошо, я не буду тебя спрашивать, как законтрить эту историю. Хотя, на самом-то деле, пробежавшись по топу, да, какую-нибудь манту постоянно отправляю в топ. На самом деле, вот этот формат, который я сейчас делаю, я первый раз использую. Я раньше по-другому взорвал. То есть, это не единообразно играемая стратегия. не шаблон. Не шаблон. То есть, в принципе, в этой катке, да, так бы сработало. Может, какой-то из следующих тоже так сработать, но какой-то из следующих я так не сделаю. А ты хитрожопый-то, тетис. Причем, даже не для того, чтобы именно, да, законтрить тех, кто контрит меня, а просто потому, что иногда не так вот, ну, удобно делать одним образом, иногда удобно делать другим образом. Но, итогово, моя задача, как бы, да, это собрать убер-огромный стак красный. Он должен быть очень большой. Такое ощущение, что вот сейчас какой-то бот играет на миньоре, в плане, что бот, не понимающий течиса совсем, знаешь, просто так, красненькие минки, там, по приколу в лесу. В деревьях что-то потом наставляет. Они будут убегать в густы, и я их всех взорву. Уху. Вот такая вот логика. Но, все мы знаем, чем это черепа. Кстати, в команде с ССФом это вполне даже можно реализовать. Что именно? Но он же типа взрывает, и все от него разбегаются, и если драка будет в том месте, он может... А, ну, кстати, в принципе, да, это даже не эфир, как у Мирески, а такой, разнонаправленный. Сенгинга на ССФ-чика свапнуть. Так, там с посетительных угоня. Здесь мы с ребятами в войсе обсудили, они, ну, как бы, я в войск говорил, они узнали меня, что против их пика мы сейчас вот зайти не можем. на крае граунд. Поэтому мы решили просто поделать спейса, чтобы я успел мин накидать именно на взрыв базы. Они прям в курсе были всей этой истории, там, смотрели меня кто-то, не знаю, как вы видели. и пока есть эггис парализовать просто это время. Но они немного позадержались, в принципе, то в целом... За что были наказаны? Мне нужен 25-й сейчас максимально. То есть, да, для 25-й мне надо либо кого-то взорвать, либо качать пачки грипов. Второе медленнее, но зато гарантирует успех, что типа рано или поздно ты левелапнешь свой. Поэтому я перестал там красный наставлять. Сейчас ребята мои поумирали, я пошел в сторону базы. Немного здесь подготовить на случай, если будут заходить, мне все-таки лучше есть. И плюс перезарядить как бы ману. Выход в Аркан Блинк, то есть, да, максимально уменьшаем КД, насколько это возможно. Ты, по-моему, здесь у меня с пол-призом не будет. Быстрее ставим минки не только, потому что перезарядка, но и анимация быстрее идет на половину. Это полсекундочки, но даже меньше. Ну, на самом деле, когда у тебя есть хоть что-то на КДР, то есть, Аркан Блинк, Актарин, и у тебя есть либо пол-призма, либо чарма вот эта, на 13%, то из-за того, что ты с Аркан Блинком быстро кастуешь, ты успеваешь две силены поставить за время 10 Аркан Блинка. Если бы быстро не кастовал, то ты бы не успевал. Вот такая история. Прикольно. Поняли. Поняли плюс приняли. Что-то хотел у тебя спросить по поводу команды по итогу вот спустя время вот уже прошла история там с конфликтами со всем этим, со всеми ханалией. Как часто люди негодуют в играх статча? В своих играх. Именно меня, ты имеешь в виду? Ну, нет, ну, на героя больше. На героя больше? Да, наверное, ничего не изменилось в этом плане. Как было, так и осталось. То есть, по-прежнему... Хорошо, тогда я немножко перефразирую вопрос и дополню его. Как часто на рейтингах пониже, на 5000, к примеру, реагируют на течса негативно? Я не считаю, слишком маленькая выборка, но я встречал и игры, где негативно, и игры, где нормально. То есть, я, например, на 6000 играл вчера, и у меня в команде вообще сперва парень на тройке поставил, что он в лес идет, типа, когда увидел, что я течиса пикнул. Но ничего, потом все равно как бы успокоился и пошел играть. Здесь не кажется, патруль как бы ляжет в пузде, Да я думаю, что не патруль. Кстати, вот признаюсь, каюсь, на смартф-аккаунте один раз на АФК встал, ну потому что игру уже было, нельзя было выиграть, хотя, ну я не сторонник того, что АФК нужно ставить, ну там прям уже все, конец был. Там слишком нас сильно раздавили. И во второй игре я липнул из игры, но отливнул, потому что нужно было идти. бывает такое, у всех бывает такое, ну какие-то дела не сложно. И у меня порядочность 10 тысяч. А я тоже замечал, а там за 15 игр, по-моему, считается, еще раз что. Там за 15 игр порядочность высчитывается, то есть должно пойти, по-моему, я прилично наиграл, я прилично наиграл и порядочность обновилась. Да. Она обновилась и порядочно здесь тысяч было. Ну да, не знаю. Вот у меня есть теория насчет патруля, как это все работает пока. Пока Valve не до конца понимают, насколько люди объективны это все оценивают, как это все решение принимать. Поэтому пока, как мне кажется, они особо не наказывают, они просто собирают для себя вообще стату, насколько люди объективны и можно этому всему доверять. А потом уже они, когда выработают пул ребят, которые стабильно, четко патрулят, они уже будут на них опираться. А пока они вообще, ну всем подряд же дают эту штуку, по сути, у кого там просто порядок нормальная, и пока они из-за этого не могут опереться на их показаниях. Мне кажется так. Крайне хочется верить, что это все будет работать четко. Ну вообще, это очень даже хорошее решение было бы, если бы это именно так было. Мне пришло на основу вчера уведомления, чтобы патрулю приняли меры. Но это один раз, я столько их посмотрел. У меня было дважды. То есть, получается, что реально они очень много патрулей, пока еще просто не пускают вход, возможно, да, потому что пул тех, кто голосует, состоит, допустим, больше, чем наполовину из ненадежных пока ребят. Но они не хотят сделать комьюнити еще хуже, потому что дают человеку власть, и он начнет ей распоряжаться как ему угодно. С патрулем аналогично, он будет просто каждого засаживать. то есть ты должен обязательно всех проверить, скажем так, на пригодность первым делом. Все равно потом, ну, как бы, да, будут неподходящие личности, которые там не объективно что-то оценивают, но они будут нивелироваться просто тем, что их мало. Но сперва надо большинство из них убрать. У нас какой-то подкаст получился, уже 41-ю минуту, я так посмотрел на время и быстро пролетело. Пролетело, да. Прямо быстро пролетело. Меня задерживает только то, что мне нет 25-го. То есть, я здесь по XP чуть-чуть потерял, то есть, если я не был пятерковый, словно, вышел, там, хотя бы с 4, я думаю, я градом стрел. Он взял, что я был 15-й когда-нибудь могил 15-й? Ну, надо поторопиться, как бы, 100 тысяч человек ждут, пока ты 25-й левел апнешь. Ничего, это долго стоит. Как бы, там, там, пукет залетел от шейкера. А что, если видели на моем канале? Я думаю, что у нас... тем более, с пониманием к этому отнесутся на моем канале и привыкли к этим роликам. У тебя всегда есть что ответить, да? Почему пауза? Просто? Не знаю, это же, не емкость. Исентимаг меня поглобил. Неприятно, я как раз почти получил 25-й, я рисковал как раз, потому что был близок. И опять же, я бы сейчас побегусь, чтобы как можно быстрее к этому выйти. Сейчас, наверное, попрошу ребят, даже чуть разойдетесь, чтобы я получил, не помню. Раступитесь, мои мои сейки. Отвазайтесь. Да, да, вот. Это моя пачка. Я ее танцую, и все. Я пошел отсюда, по-моему, нет? Или останусь? У меня сейчас просто двух героев нету, кор-героев, поэтому я, если сейчас уйду наверх, то как бы, есть шанс, что все пойдет плохо. Так. Минус паджик. Минус... Нормальный пайп, потому что у Буча есть бэбэка, а шекер дохлый. Нереально верит от хаус-найта. Дуэли не было. Антимейт погиб. Ну, вкладывал антимейт, кнопочки же, противник погиб. Я увидел, что мы отдефались, сразу поехал. Ой, какая пачка приятная. Меня ждет работа. Аркадь, конечно, наркомата. Поехала работа. Самое интересное, она начинается. Она мне не мешает. Мне еще очень много мин не хватает для того, чтобы доделать дело. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь где-то тут стояло. Да я могу вам число сказать сразу. Смотрите, трон требуется двадцать... двадцать четыре мин. То есть ровно два полных стака. Двенадцать двенадцать. На Т-4 вышке они стоят рядышком, Багдар снимается одновременно с них. Ну, не Багдар, а неуязвимость. Поэтому на них на обе требуется всего лишь тринадцать мин. А как ты подведешь, подожди, как ты подведешь, чтобы они обе сразу взрывались? На радиус большой у красных, это что? А, есть такая история, как то, что пока ты не сломаешь внешний табор противника, да, Т-3, вся его база неуязвима, правильно? Нет, ну да. И получается, что если ты ведешь мины рядом с неуязвимыми зданиями, то как бы здания-то и не взрываются, и мины тоже. А-а-а, все, я понял, бля, ну это, это круто. Это, это чертовски круто, но, как же это, но пояснительную бригаду. Да. Патруль на этого молодого человека, потому что тут что-то неладное. Вот, и получается, мне надо, чтобы добиться успеха, сделать где-то сорок с лишним мин, я скажу сколько, ну где-то сорок шесть. А ты считаешь вообще? Когда ставлю? Да. Ну, конечно, да, считаю. Мне нужно сорок шесть, и если посмотреть на КД, у меня где-то четырёти секунд КД на минах. То есть сейчас посчитаю. Тэнс на сорок шесть. А что с монокостом накрасывается? Это получается, что мне надо десять, ну почти одиннадцать минут на всю эту историю. Если я начинаю с нуля делать. Но у меня был запас. Ну был запас, небоистое, да. Да, я заранее подготовился. Пойду я, ребят, покурю. Вырвусь через одиннадцать. А Аркан Блинг сейчас будет. Да, Аркан Блинг тоже очень сильно выпустит эту тему. Я раньше всегда брал, ну, по крайней мере, рассматривал правый талант на десятом с определением магии. Теперь я всегда беру минуты и секунды, потому что нереально роляет, если ты не хочешь взорвать трон. А вообще, сама опция подрыва трона, это нереально жесткая тема. У тебя просто пропадают непроигрываемые игры. Ты теперь любую игру можешь вырыть, по сути. Вот как бы все плохо не было, там, миру крипы, вы сидите на базе, вообще пофиг. У тебя есть всегда опция, как ты можешь вырыть эту игру. И, да, вот этим кадетам и эту опцию, как бы, усиливаешь. Я, ну, по сути, такая опция, она была всегда, ну, она и без этого таланта, там, и так далее, там, год назад, но просто я не знал. Теперь я ее для себя открыл, и еще больше веры в безнадежные катки, так сказать, появилось. Так, у тебя еще какие-то мысли были по поводу четверки, да, течица? Я не помню, мы вроде не обсуждали этот момент. Четверка течица, это, вообще, на мой взгляд, чем выше позиция течица, тем он сильнее. То есть, пять самый слабый, мид самый сильный. Ну, на карри все-таки неиграбельно, потому что нужен пик адаптационный под это, чтобы у меня была физа откуда-то, там, от мидера или от тройки, но команда не всегда на это пойдет. И мид течица, самый жесткий, потому что ты, по сути, можешь вот всю эту тему, да, которую я проворачиваю, провернуть там на 15 минут раньше, условно. То есть, на 30-й минуте взорвать трон противника. Ну, 35-й там где-то будет, у меня, по-моему, что-то такое выйдет скоро на канале, я не уверен. Ну, по-моему, там где-то такой тайминг был. Вот. И получается, что с мидера ты также даешь нереальный спейс своей команде, то есть течи с мидер, это не мидер, как, допустим, SF, условно, и с келлицей в лейд там очень сильный и так далее. Течи с мидер, это скорее как, допустим, Сенткинг мидер, да, вот, у нас он, ну, не идеально отыграл, конечно, да, мид свой проиграл там и так далее. Но вообще, я могу дать столько спейса своей команде, что у меня мой кэри выформит там, я не знаю, хоть у меня три вардена будет в команде, я дам пространство, потому что у меня будет такой уровень, что саппорти просто не смогут против меня играть. Угу. Я сейчас, как я не знаю, я протанил себя обратно, потому что мины доставил, или потому что мы хотим, ну, понял, что не успею доставить, а нас сейчас снесут. Что-то одно из двух. Впрочем, здесь на то, никого получилось, потому что, ребят, снаружи помали там кого-то с мидер вроде, и потом паджик поставился. Ну, вообще ситуация, конечно, неприятная. Ну, да. Я вот сейчас смотрю, я честно не понимаю даже, как мы это выигрываем. Я вот тоже смотрю, не понимаю, а как вы вообще выиграете? А Егис зарешал. Опять же, зарешал Егис, и я помню, а, вот сейчас я вспоминаю, что они пошли на Рошана, мои ребята, я там мин не оставил, как вы помните. Но противник не идет туда, потому что он там в холомище слил прошлый файт, и он понимает, что, ну, тенчество не видно на карте, где-то минирует. Наверное, на Рошане, правильно? На Рошана мы не пойдем, пусть забирают. Вы сейчас за счет Егиса мы выжили. Получается. Ой, эсэфчик, эсэфчик, сейчас зарубется. Не хватило. Да. Я там очень много мин ставил, но очень давно, и они заканчиваются. Это на самом деле, очень такой неприятный момент, потому что ты накидываешь мины, и если ты туда закончились в прошлом, и начинаешь накидывать новые, тяжело посчитать, что у тебя новых, что у тебя старых. Потому что еще и старые в процессе накидывания пропадают, и, короче, теряешь контроль над числом мин. Я, к сожалению, не могу сейчас посчитать, сколько здесь уже поставлено. Ну, по идее, где-то две трети уж, наверное, точно есть. Ну, уже их много, достаточно этих. Ну, да. 14 тысяч перефарму противника, при условии, что у него лейт сильнее, так что на бумаге все плохо. Вот здесь неприятный был момент. Ой. Если я его, так сказать, упростил, и сейчас он будет на тоненького. Манси-шманси. Как он так облажался? Что он тебя не видит? Лол, его крипы заперли. Офигеть. Вот это да. Если я здесь умер, было бы, по-моему, критично. Да, байбэк у меня кд, и денег на него нету. То есть я потерял бы уйму времени, если бы я здесь умер. Ну, да. Слишком апрессивно стоял. Здесь по-хорошему надо было вард с собой принести, и поставить чуть-чуть. Я этого не сделал сразу. Ребята, уточнение, сейчас не слышно, как сверлят? Нет. Вроде как потише стали. Сосед решил прямо над головой дырявить стену. Я чуть ли не бетон с потолка сый пацан. Может он просто хочет в лайве все слышать, а не в записи. Ну, может быть. Он хочет смотреть без задержки. Да-да-да. Я, кстати, недавно заходил, я чекаю твич, я там периодически на твой твич захожу, на Санфейм захожу, подписан на вас. Смотрю, ты играешь. Смотрю, Санфейм уже, ну, как бы, в новой игре, а потом осознаю, что вы в пате, и у меня такой диссонанс произошел. Это было не так давно. Не, на самом деле, я вот, когда периодически захожу не на основу, да, и я включаю без дилея, вот с этим у меня точно готовы уже три четверти мин, потому что я последнюю пачку доделываю, то я понимаю, насколько кайфово стримить без дилея, но я просто не могу это делать. Ну, понятно. В твоем случае... Такая обидная история, конечно. Тут нужно не карту закрывать, тут нужно, в принципе, черный экран делать периодически. Просто веб на весь экран, как бы, и я озвучиваю, что происходит. Причем, не верю на озвучивать. И я реально, я реально убил Сэф, а что вы не верите? Ну, там вообще, ну, он сгорел только так, вы что, парни, вот вон, пишет нам, как бы, я, конечно, показал бы, но сами понимаете, стрим-снайпер. У тебя будут серия 5-секундных роликов, где ты заходишь на фул экран веб-карь, и говоришь, сегодня я убивал, убивал, сегодня я убивал Рамзеса, в следующий день сегодня я убивал кого-то другого. Я помню, я очень долго оттягивал момент вот этот переход на дилей, и когда у нас был челлендж, как раз, вот с Яриком по свапу, вот тогда я ощутил в полной мере вот этот весь стрим-снайпер, там просто, ну, у меня ролики прям на эту и выходили против стрим-снайпера, выкладывал, как я выигрывал против стрим-снайпера, там какой-то антимаг у меня стрим-снайпил жестко, все равно выиграл, просто, знаете, камера в нижний левый угол куда-то, и через подконтрольную группу там минируешь, как-то стоишь, да, ну, не показываешь, где, но одна такая победная, да, и на нее 10 поражений, потому что, ну, все равно, когда мин видят, где, невозможно играть. А ты не думал о худе, скажем так, попробовать наложить худ на экран доты? Ну, условно, забиндить в УБСе кнопку, где на экране у тебя появляются просто зеленые мины. Да, это будет выглядеть коряво, но, это на мини-карте же. А, дело в том, что я не про мини-карте. Не, пнгшки на самом экране мин. Пнгшки, пнгшки на экране зеленые мин. То есть, как минимум, человек на это будет тратить очень много времени. Ты, во-первых, найдешь стрим снайпера легко, потому что он будет просто как бота стоять АФК и вдуплять картинки это или нет. Но это будет... Подожди, а как это сделать, если я двигаю чуть-чуть экран? Да, я же говорю, это будет коряво немножко, но, ты можешь включать и выключать. Забинить на какую-то кнопку. Не, немножко коряво это в смысле, если мина на другой конец резкий... Если ты будешь, допустим, на базе и у тебя на барах будут стоять мины. Вот я про это коряво изговорил. ну, хз. Мне кажется, проще просто дырлы поставить, на самом деле. А, сколько у тебя мин стоят желтые? Ой, желтые, и зеленые. Зеленые 10 минут. 10 минут, то есть у тебя задержка должна быть, ну, хотя бы 8, да? У меня дилей 7 минут стоит, причем дилей, если честно, не хватает, надо побольше поставить, почему? Потому что когда датрон взрывать, я посчитал, что 11 минут надо, чтобы с нуля это сделать. То есть, человек просто возьмет какой-нибудь, да, и прыгнет туда, умрет за то, чтобы твой план не сработал? Ну, конечно, да. Да, чтобы игру не проиграть. Да, да. Ну, люди просто, ну, это же по сути чит. и так далее. Вот стрим снайп такой же абсолютный чит, ты просто видишь, что он делает и все. У меня вопрос возник. Вот ты говорил про то, что ты взрываешь одновременно 2-4 вышки, да? И они взрываются одновременно только потому что мины находятся под ними, то есть ты сперва туда мины заводишь. А, то есть ты изначально заведешь туда мины, а потом только взорвешь Т-3. Да? Ну вот, процесс пошел, можно разрывать. А вышка не оттачит, да? А видно ли эти мины? Нет. Мины не видны, пока они не находятся рядом с кем-то или чем-то, что они могут взорвать. То есть вот сейчас они пробегут мимо ренш-барака, но ренш-барак неуязвим, потому что стоит Т-3 вышка. И получается... Охренеть. Получается, что здесь мин хватает, чтобы взорвать трон, тем более барак, но они просто не триггерятся и все. Так, вопрос следующий. Как ты развел сейчас их? Группа подконтрольная. Они... Изначально... Они... Когда ты все выделяешь мины красные, они... Они... По отдельности, да? Их видно в ряд с хопом штук. Ну... Или это одна красная просто выделяется. В одном большом списке юнитов... Ну, их видно. Они каждая отдельная. Хорошо, да. Ты можешь посчитать. Если что вдруг зафокапился, то ты можешь перебить. Да, да, да. Пересчитать, перебини. И сейчас важный очень момент. То есть, мало того, что здание пока неудима, на них бэкдор. Под бэкдором можно взорвать здание, но на это требуется в два раза больше мин. То есть, мне надо не 11 минут, а 22. Это, ну, типа, да, в какой-то глухой обороне, там, когда катка 6 часов, можно, конечно, сделать, а в обычной катке, ну, сложно. И то есть, мне сейчас надо снять бэкдор. Я пошел в бот запушивать линию в смоке. Без бэкдора не сломается, ты сказал, да, я что-то протыкал? Без бэкдора, ну, в два раза больше не сломается, да. Я могу, но мне надо в два раза больше времени. Но, в принципе, я могу. Снять бэкдор, здесь, как бы, я решил сам это сделать, но, в принципе, это можно и команду попросить, да, там, выкачать самоубийственная атака по одной из линий, там, и так далее. Это, в принципе, реализуемая штука. Вы сейчас там, кто кушает, не поперхнитесь и не отвлекайтесь. Потому что сейчас, судя по всему, в течение уже минуты, да, это все произойдет. Ну, близко, да. У меня вот уже все на исходной, то есть, да, большая пачка под трон, при этом, эта большая пачка не касается других, ну, строений, да, там, тех же Т4. Большая пачка под Т4. Скажи мне, пожалуйста, да, да, извини, я думал, ты договорил. Ну, и на готове пачка под Т3 в топе, потому что в топе лоу-хп вышка. Самая лоу-хп вышка, то есть, у нее меньше мин надо. Кстати, обратите внимание, у вышки 1808 здоровья, это очень важно, потому что одна мин наносит 200 хп. У какой вышки 1808 здоровья? У топ Т3. Топ Т3 в смысле, а, все, я понял. Я подвел, и у меня осталось 8 хп. Эй, голлана. Я побежал, короче, у меня там команда уже дерется, враги с Аэгисом, тут ластфайк намечается. 36 тысяч преимуществом, ну, по сути, этот файк уже невозможно выиграть, посмотрите, все, мы посыпали. Умер СК. Ластовая мина, Т3 упала, Т4, Т4 упала, ТРО, хг. Офигеть. Подожди, это, да, это жестко. Вот реально, лол, ты сидишь, ты просто в, ну, в шоке, это если с цензурой. Я загружу еще, вы пока говорите, я загружу еще раз, пересмотреть эту концовку. Свободно, свободно, да, я был бы, вот слово на А подходит максимально, с буковкой Х и У, и там еще Е в конце есть, где-то, но это, да, это, слушай, ты когда подводил мины за трон, всегда ли ты туда их ставишь, то есть ты ставил минки? Ну, это ситуативно, то есть, ну, можно, например, до последнего не выводить, да, и там буквально рассчитать так, чтобы все примерно одновременно подъехали. Можно там не прям за троном, а чуть-чуть в буковку поставить, и собирать. Для знающих людей есть две конторы, есть же кичбетс, есть анти-жекичбетс, вот, пора создавать антитравоман, что там, чтобы просто все фишки выискивать, и, вот, это вообще, это жесть. Так у меня все фишки в роликах, если бы я ролики не делал, я тебе отвечаю, ну, как минимум, гораздо дольше бы учились против меня играть на хайрангах, и я бы точно больше смог поднять, но тогда я бы просто не играл в доту, потому что это не было бы моей работой, я бы работал где-то еще. Ну, понятно, жить и кушать на что-то нужно. Все одно на другом завязано. Да. Блин, ну, круто. Прикольно, прикольно. Таймкод, в принципе, вы, ребят, можете оставить в комментах, потому что это, это действительно интересно, что-то нестандартное. Как бы вы не относились к Течису, как бы, кто не относился к Течису, герой интересный, смотреть, по крайней мере, за ним приятно, играть против него, повторюсь, не люблю, и я думаю, что многие не любят, я думаю, что даже Тимур не любит играть против Течиса, в том плане, что забирают героя, или... Хотя ты, возможно, не испытываешь каких-то проблем. Мне все равно. Я когда играю против Течиса, я, кстати, не особо потею, потому что я понимаю, что если я сейчас свою команду прям жестко очебучу, как надо против минера играть, как двигаться, я потом сам против них играть не смогу. Я лучше эту одну катку солью, да, не координирую их слишком сильно, просто сам буду двигаться плюс-минус правильно, да, стараться помочь, там какие-то мины находить, сам даже на них взорваться ради команды, если на пятерке, да, но не буду объяснять им, что делать. Хитрый жук. Ну, конечно, хитрый, не хитрый базу не взорвёт, да. Да, современную дистанцию. Этот, можно посмотреть ещё графики, показать, что если вероятность победы есть, полоска, там даже она не дёрнулась в сторону у нас. У меня нет Дота Плюс, это же только на Дота Плюсе вероятность. У меня есть, но я почему-то подробности не могу посмотреть, как ни странно. Ну, в общем, там есть вот эта вот графа вероятность победы, Дота Плюс, и она вот как стремится к стопроцентной победе Дайр, она так и стремится, она даже не поняла, что что-то не так пошло, и победили силы свет. Да, но там преимущество у вас почти 45 тысяч было. Жёстко, спасибо всем за просмотр, напоминаем, ссылочка на канал Тимура будет в описании, в комментариях. Всем пока. Пока, Тимур, спасибо. Да, всем спасибо и пока.